ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас против государства совершается так много преступлений, что за всеми не уследишь. Но вот одно из важнейших. Джо Байден начал истощать наш стратегический нефтяной резерв в ноябре прошлого года. Этот резерв, принадлежащий американскому народу, одной из ценнейших наших владений, сейчас находится на самом низком уровне за многие десятилетия. Белый дом заявил, что мы используем эти запасы для снижения внутренних цен на топливо, но, как сообщает Рейтер, на самом деле мы отправляем миллионы баррелей в другие страны, включая Китай. В издании Free Beacon обнаружили, что Белый дом отправил миллион баррелей китайской фирме, в которую Хантер Байден вкладывал значительные средства. Это преступление, и никто ничего об этом не говорит, но только не Марджори Тейлор Грин. Она член Конгресса Джорджии, и мы рады, что она присоединилась к нам сегодня. Конгрессмен, большое спасибо, что пришли. Продажа одного из самых ценных активов Америки Китаю, да еще и компании, в которую вкладывался его сын. Почему никто ничего не говорит об этом? Я не знаю, Такер. Я думаю, что это абсолютно возмутительно. Это мнение разделяет американский народ. Важнейшей ключевой обязанностью президента Соединенных Штатов является обеспечение безопасности нашей страны. Стратегический нефтяной резерв нужен как раз для этого. Это наша национальная безопасность в том, что касается нефти, важнейшего ресурса, который является топливом для нашей экономики и наших автомобилей. Нефть также является сырьем для более 6 тысяч продуктов, которыми американцы пользуются каждый день. Но Джо Байден продает по миллиону баррелей нефти каждый день, и резерв уже снизился до 433 миллионов баррелей. Америка потребляет примерно 19 миллионов баррелей нефти в день. Мы не можем так продолжать. Это подвергает нас опасности, и по нашим данным, он продал более 7 миллионов баррелей нефти Китаю. Китаю, нашей угрозе номер один, где нас хотят покорить, хотят стать ведущей мировой сверхдержавой. И из-за этого, Такер, крайне важно, чтобы когда республиканцы вернут Конгресс, мы привлекли Джо Байдена к ответственности за это, потому что он планирует продавать еще больше нефти и стратегических запасов, начиная с октября. Поэтому я представлю обвинения для объявления импичмента Байдену в понедельник, из-за этих возмутительных действий, которым он подвергает опасности всю нашу страну. То есть, он делает это сейчас, в сентябре, следующий месяц октябрь, за которым, насколько мне известно, идет ноябрь, в первый вторник которого состоятся промежуточные выборы. То есть, он делает это по политическим причинам, удерживает цены на топливо, пока люди не проголосуют. Именно так. Наш стратегический нефтяной резерв создавался не для сбивания цен к ноябрьским выборам. Он нужен для обеспечения национальной безопасности, для экстренного снабжения всех американцев. Но Джо Байден злоупотребляет им, подвергая опасности страну. И из-за этого у нас такими темпами просто закончится нефть. Он продает ее нашим врагам и другим странам по всему миру. Джо Байдену необходимо объявить импичмент. Мы должны это сделать. Да, это не его нефть. Я знаю, что этот тип жил за счет государства всю свою жизнь, но это не его собственность. Она принадлежит обществу, и он не может просто так продавать ее Китаю. Это просто слишком безумно, чтобы это продолжалось. Это просто его деловые партнеры. Знаешь, а ведь так и есть. У него в Китае деловые партнеры, определенно. Марджери Тейлор Грин из Джорджии была с нами сегодня. Спасибо вам. Спасибо.